спорт день за днем представляет проект территория спорта день за днем санкт-петербург северная столица российского спорта каждом районе города есть площадки и арены которые способны удивить мы расскажем где можно полноценно тренироваться не отходя далеко от дома и от места вашей работы многие понимают что профессиональный спорт помогает развитию петербурга как культурного и экономического центра россии чемпионат мира по футболу это новые дороги новые стадионы и уникальный бум туризма матчи зенита и ска это интерес публики всего мира досуг для всей семьи рабочие места и возможности для развития детей немногие задумываются что это лишь верхушка айсберга причем самая-самая верхушка профессиональный студенческий спорт приносят городу куда больше того постоянный приток квалифицированных кадров скажем знаменитые петербургские школы по фигурному катанию ежегодно привлекают десятки лучших отборных юных спортсменов не только со всей россии но и с других стран большинство из них остается в северной столице кто-то открывает собственные школы развивает уже местную питерскую молодежь кто-то уходит другие профессии футбольные хоккейные академии города принимают потоки детей со всей страны лишь нескольким из сотни суждено пробиться в большой футбол однако все они получат хорошее образование и многие займутся петербурге бизнесом преподаванием менеджментом чем угодно все это лишь самые очевидные примеры которые у всех на слуху а ведь есть студенческий спорт самая перспективная на данный момент ветвь мировой олимпийской системы и там происходит все то же самое петербургские вузы привлекают молодых атлетов а те приносят пользу городу кроме того студенческий спорт значительно легче и эффективнее совмещать с обычным образованием а сейчас это максимально важно как показывают последние события карьера профессионального спортсмена может прерваться в любой момент не по его вине а студенческий спорт можно отложить в сторону кстати все перечисленное относится к киберспорту а в этом плане петербург начинает отставать от москвы и других мегаполисов совершенно напрасно многие молодые киберспорт смены будущие миллионеры и успешные предприниматели свою очередь развитие спорта в городе развивает туризм а туризм для петербурга вечный источник дохода и огромного дохода больше велодорожек больше велотуристов со всего мира больше беговых дорожек больше марафонов собирающих тысячи зрителей больше стадионов и спортсменов больше достопримечательностей и активности для туристов все это повышает туристический рейтинг хотя у нового петербурга и так стабильно высокий эти темы затронули на минувших выходных во время круглого стола санкт-петербург территория креативного образования организованного конгресс на выставочном бюро мероприятие состоялось в мраморном зале дк имени кирова участники форума подчеркивали что молодые спортсмены одни из главных активов волонтерского движения а волонтеры двигатель туризма без них невозможно создавать новые туристические карты и маршруты а именно на это делает упор нынешняя стратегия развития туризма в россии на ближайшие три года генеральный директор конгрессно-выставочного бюро санкт-петербурга сергей азаренков рассказал нам что сам заядлый велосипедист и в последнее время чувствует явное улучшение городской велосреды удобных маршрутов стало значительно больше особенно в центре города на островах в первую очередь конечно же на крестовском острове разумеется проблемы с водителями авто остаются но это уже дело профильных организаций спорт и туризм неразрывно связаны даже любительский спорт без зрителей без ажиотажа не имеет смысла и очень быстро чахнет а туризму нужны активности и активные люди развиваться эти два направления могут подключить